Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительно-массовое, не абсолютно любой вязальной машины, с нуля. На посиделках мы связали шапочку дождливая, с очень необычным декором. Сейчас я хочу вам показать, как этот декор выполняется. Выполнять капли можно на любом количестве игл, поменьше, побольше, это не важно, будет только размер капель. Влияет только на размер самой капли. Расстояние между каплями тоже на ваш выбор. У меня на шапочке между каплями 20 рядов, каждая капля занимает 10 игл. И располагаются они в шахматном порядке. Выдвигаем 10 игл, предназначенных для провязывания капли. Берем отделочную пряжу и начинаем делать обвивы. В переднем положении 10 игл, 1 игла, 2 иглы, 3 иглы, 4 иглы. Все петли, которые пойдут дальше, требуют закрепки, потому что большие петли могут повредиться при эксплуатации. Итак, пятая петля у нас идет закрепкой. Обвили иглу и сделали большую петлю. Шестая. Обвили иглу и сделали большую петлю. Самое главное, не перетягивать ни в коем случае. Не затягивайте нить, потому что вы просто не сможете провязать. Шестая. Седьмая. Закрепка. Восьмая игла. Все иглы. Девятая сама по себе. Все иглы. Десятая. Все иглы. И дальше мы идем в обратном порядке, выполняя ту же самую операцию. Закрепка на девятой игле. На восьмой. На седьмой. На шестой. На пятой. Четвертая, третья, вторая, первая. Могут обходиться без закрепок, потому что они не столь длинными. Достаем, ставим в переднее положение ближайшую каплю иглу со стороны рабочей нити. Закрываем все язычки, участвующие в работе. И опускаем иглу так, чтобы язычки частично закрывались петлями капли. Дальше обвели иглу. И продеваете рабочую нить между язычками и крючками игл. И руками, ручную провязываете каждую петлю так, чтобы петля встала на уровень рабочих игл. Вот здесь очень важно, чтобы вы в процессе обвива игл не затягивали петли, иначе вам будет очень сложно провязать. Выставляете иглы либо в переднее положение, либо в рабочие, в зависимости от того, какая у вас вязальная машина. И теперь можете спокойно провязывать основное полотно для следующего места, предназначенного декору, потому что машина, любая машина, без проблем провяжет имеющиеся петли. После того, как закончили провязывание, если все сделано правильно, капли приняли нужную форму. За счет того, что они были закреплены, видите, провязка не дает возможности нашему декору перекоситься или куда-то съехать. Нить заправляем на изнаночную сторону. С второй стороны тоже самое. И завязываем удилок. Декор готов. Если отделка вам понравилась, видео было вам полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Не забывайте приходить на бесплатные вязальные посиделки. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.